Здравствуйте, друзья! За кошком настоящее лето, все цветет и радует глаз. А мы начинаем эфир 24 на 7, чтобы вы оставались в курсе всего самого интересного в стране и мире. Меня зовут Алена Каверзина и ближайшие 20 минут я проведу с вами. Расскажу о важных датах и событиях, а затем вместе с нашими телегидами отправимся на настоящий променад в парк Челюскинцев. И это еще не все. Выберем киноленту для просмотра и насладимся волшебными видами резиденции князей Радивиллов. Будет, как всегда, интересно. 7 июня 1848 года родился Поль Гоген, один из крупнейших представителей постимпрессионизма. В 2015 году картина киститого художника-самоучки была продана за рекордные 300 миллионов долларов. А еще Гоген был дружен с Ван Гогом. И 9 июня они наверняка с размахом могли отмечать Международный день друзей, будь он учрежден при их жизни. 11 июня почитатели классической музыки отметят день рождения Рихарда Штрауса, немецкого композитора, чьи оперы и музыкальные поэмы до сих пор покоряют эмоциональным откровением. Чем еще знаменательна уходящая неделя? Давайте узнаем прямо сейчас. 6 июня 1841 года в небольшой деревеньке Мильковщина возле Гродно родилась Элиза Ажешко, сумевшая стать живым символом этого города. Элиза Ажешко – автор более 50 томов художественной прозы, одна из самых востребованных писателей мира на рубеже 19-20 веков. Она дважды номинировалась на Нобелевскую премию в области литературы. Под впечатлением от прочтения романов писательницы Лев Толстой создавал Анну Каренину, а Александр Куприн, взяв за основу ее повесть «Дюрди» в ранней редакции «Ведьма», написал свою знаменитую «Олесю». Произведения Элиза Ажешко переведены на 20 языков. Также 6 июня отметил день рождения белорусский драматург, сценарист, заслуженный деятель искусств Беларуси Алексей Дударев. Он появился на свет в крестьянской семье, за плечами будущего классика литературы, учеба в профтехучилище нефтяников, работа на заводе и, наконец, Белорусский театрально-художественный институт. После его окончания Дударев был приглашен в столичный тюз. Именно там и началась его литературная деятельность. Настоящим событием в театральной жизни страны стала пьеса «Рядовые», отмеченная Госпремией СССР. Современную драматургию невозможно представить без творчества Алексея Ануфриевича. Его имя на афишах всех театров страны, а пьесы ставятся на десятках сцен мира. По сценариям Дударева сняты 16 фильмов, в том числе знаменитые, растасканные на цитаты «Белые росы». Впрочем, все написанные, поставленные и экранизированные произведения Алексея Дударева по праву входят в Золотой фонд белорусского искусства. 12 июня 1934 года в Минске открылся стадион «Динамо» – главный символ белорусского спорта. Необходимость его создания возникла в 29-м, ровно через 6 лет после возникновения в Беларуси спортивного общества «Динамо». Строительство велось народным способом. Каждый «Динамовец» отработал на стройке по 100 часов. Помимо легкоатлетических соревнований, футбольных и хоккейных матчей, на стадионе проходили парады и праздничные концерты. Минский стадион «Динамо». Тут отбылась встреча минчан с любимыми артистами кино, театра, эстрады и цирка. Народный артист Союза СССР Николай Черкасов в роли профессора Полежаева с кинофильма «Депутат Балтики». Легендарный герой громадянской войны Чапаев и его ординариц Петька. Вот эти незабывные образы воскросили в памяти присутных ядомые артисты Бабочкин и Кмит. Со дня своего рождения арена пять раз меняла свой облик. Восстановленный после войны стадион стал единственным местом для учебно-тренировочной работы и соревнований динамовцев страны. Среди них появились первые чемпионы СССР, Европы и мира, а также Олимпийских игр. После последней реконструкции Минский стадион «Динамо» – многофункциональная арена мирового уровня, при этом сохранившая исторический облик памятника архитектуры. Пришло время рассказать о новостях, которые вызвали у вас горячий интерес в наших соцсетях. Зрелищное межкультурное событие «Фестиваль», театральные новости, спортивные победы и сезон цветения сирени в самом ароматном месте столицы. Все это и не только смотрите в рубрике «Ваш выбор». Гродно встретил 13-й Республиканский фестиваль национальных культур. Более 800 участников, представителей 31 национальности, проживающих в Беларуси, собрались в Гродно. На протяжении трех дней гости праздника смогли не только познакомиться с культурой и традициями диаспора, отведать национальную кухню народов мира, но и принять участие в многочисленных пленэрах, круглых скалах и выставках. А самым ярким событием первого дня фестиваля стало традиционное театрализованное шествие по историческому центру города и галоконцерт открытия культурного форума. Национальный академический театр оперы и балета Беларуси завершает 89-й и открывает 90-й сезон премьерами. Репертуарную палитру академической сцены пополнит опера Гаэтана Даницетти. Первый показ спектакля «Любовный напиток» зрителям подадут уже в июле, а в 90-м сезоне на суд зрителя будет представлена новая редакция балета «Жизель». До закрытия занавеса в Большом дадут «Балетное лето» и несколько вечеров проведут в резиденции Радивиллов. Широкая работа в театре идет по привлечению в труппу молодых талантов. Добружский фарфоровый завод переориентируется на новые источники сырья. Теперь материал для украшения посуды будет завозить Россия. Освоены более технологичные методы производства. Благодаря машине цифровой печати за смену обрабатывают до 9 тысяч изделий. Технология позволяет наносить на посуду одновременно несколько дизайнов. Во всем мире на производствах твердого фарфора таких машин меньше 20. В масштабах СНГ добружские специалисты – настоящие инноваторы. Отсюда и авторитет на рынке как внутреннем, так и внешнем. Антон Смольский и Динара Олимбекова стали победителями республиканских соревнований Летний Кубок Федерации Биатлона. Соревнования прошли на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо». В турнире приняли участие члены национальной команды Беларуси, а также представители областей и города Минска. Биатлонисты состязались в кроссе на дистанции 900 метров. Стрельба по мишеням на расстоянии 10 метров велась из пневматической винтовки. Белый, розовый, бордовый, голубой и множество оттенков фиолетового. Время цветения сирени в Ботаническом саду Минска. В коллекции насчитывается более 200 сортов сирени, произрастающие в Евразии. Белорусские селекционеры также вывели новые виды с оригинальными названиями. Устойчивые многолетние культуры сирени легко размножаются и цветут каждый год. В этот период поражают разнообразием красок и неповторимостью форм цветков рододендроны. И совсем скоро зацветут радужные ирисы и пышные пионы. А теперь наша рубрика «Умолный променад». Время релакса и лингвистического ликбеза. Отправляемся в парк челюскинцев. Тем более, что буквально в мае все любители культурно отдохнуть отмечали его юбилей. Присоединяйтесь! Привет, друзья! Всех любителей прогуляться приглашаем на условный променад. Проведем время с удовольствием и пользой. Проветание сябры. Что-что о задовольнении и корысть мы вам забеспечим. Недавно открыли сезон парки культуры и отдыха. А парк имени челюскинцев в мае отметил свое 90-летие. А имя челюскинцев было нададено ему в 1934 году с нагодой выратования у дельников экспедиции пароходу «Челюскин». Ну что ж, идем, а то мы слишком многословны. А там, где много слов, там мало дела. В городской самотохе приятно прогуляться под тенистым аллеем 59 гектаров историко-культурной ценности. Каштоуна, я шею тоя, что тут можно присесть и на лаву, подумать про вечное, из руки покормить воверку. Белок здесь действительно много, но не только и не столько ради них мы приходим в парк. И вот мы в самом сердце парка челюскинцев. Именно здесь в 1974 году появились первые в СССР американские горки «Супер-8». Помню-помню, як верошали на их дети от шаха и захопления. Восторг и ужас. Именно для этого мы и ходим на аттракционы, от которых бросают в дрожь. Сгоден, дрыжики протянают, стольки от одного на их позерку. Цепер тут новые аттракционы, але гэ так же страшно и весело. Страшно весело. А это ныне единственная в городе, действующая с 1979 года, открытая танцевальная площадка. На гэтой пляцовце у 79-м тусила минавита молодь. Молодь стая пары да речи да гэтуль сюды и ходить. И танцует, пока не валится с ног. Типа беларуску с капылоу далоу, альбо кулем падать. Да и мы уже стамилися, хоть ноги на плечи бяры. Поэтому мы заканчиваем и двигаемся дальше с надеждой на новую встречу. Как говорится, дау бог день, даст и пищу. Так, дау бог стан, дасть и жупан. Сустренимся, сябры. Пока-пока. Он стал голосом нескольких поколений. Выучивая роль на слух, мог озвучить своих героев на нескольких десятков языков. В субботу в документальном фильме «Короле эпизода» расскажем о Зинове Герте и его гении. А уже на следующей неделе нас ждет мелодрама «Мой любимый враг». Когда-то возлюбленные Кира и Марк были неразлучны. Но из-за печальных обстоятельств парень уезжает из города. Спустя 10 лет он возвращается, чтобы воскресить былую любовь. Но смогут ли чувства выдержать испытанием временем? Подробности узнаем в рубрике «Около кино». Документальный фильм «Короле эпизода» Зиновий Герд. Голос этого актера стал популярным раньше его образа. В жизни могло бы так произойти. Впервые Зиновия услышали зрителей в необыкновенном кукольном спектакле, который был сыгран более 10 тысяч раз и попал в Каннигу рекордов Гиннесса. Добрый вечер, друзья, здравствуйте. Голос Герта вообще не спутаешь. Но свяшки находятся в сердце. Не в горле, а в сердце. Зиновия сопровождал успех везде. В театре, в кино, на радио и в личной жизни. Этого артиста зрители обычно не видят, однако восхищаются его талантом. Говорил, нет-нет, планка выше, надо еще. Человечество заключено в заколдованный круг. А настоящая популярность пришла после фильма «Золотой теленок». Это и есть высшее мастерство – играть комедию максимально правдиво. Это был не просто актер, это была знаковая личность. Это и есть великий. О жизни и творчестве Зиновия Герта смотрите в документальном фильме «Короли эпизода» в субботу на телеканале «Беларусь-24». Сериал «Мой любимый враг». Тревожный звонок отца спустя 10 лет после отъезда Киры в Италию полностью меняет ее жизнь. Как оказалось, приближаются выборы. Отец, действующий мэр, намерен сохранить свое место. Для этого ему и нужна помощь дочери. Ты будешь лицом пиар-проекта «Из детдома в дом моды». Дело в том, что у нас на этот проект всего лишь три месяца. То есть, по сути, мы рекламируем курсы, но не проводим их полноценно. Я приехала, чтобы помочь. А то, что вы придумали, вы можете сделать и без меня. Это мне очень сильно нужна, солнышко. Потрясением девушки становится то, что главный оппонент отца – бывший возлюбленный Киры. Это была первая любовь, и мы должны были пожениться. Марк, он не придет. Я дал ему деньги, чтобы он отказался от тебя. Идешь на выборы, чтобы втаптывать в грязь моего отца? Хоть раз посмотри на отца трезвым взглядом. Ты думаешь, она к тебе вернется? А это уже ей решать. А вот вас, как мэра, я уничтожу. Мелодраму «Мой любимый враг» смотрите со вторника по пятницу на нашем телеканале. Проводите время только с хорошими фильмами на Беларусь24. Самое время в такой замечательный летний денек почувствовать себя путешественниками и отправиться на настоящую виртуальную экскурсию в одно из красивейших туристических мест нашей Синеокой. Прямо сейчас насладимся волшебными видами Несвежского замка, который буквально утопает в зелени. Смотрим. Несвежский дворцово-парковый комплекс с разноплановой архитектурой и крупнейшим ландшафтным парком – красивейшее место в Беларуси и одна из самых ярких достопримечательностей страны. Дворцово-парковый ансамбль в Несвеже расположен в окружении прудов реки Уши. Это шикарный каменный замок с роскошными интерьерами, замковыми укреплениями, большим пейзажным парком со скульптурами и красивыми водоемами. О Несвежском замке слагали целые легенды. Дворец славился своими мощными бастионными укреплениями, огромной библиотекой, изящной картинной галереей, уникальными ценностями и настоящими сокровищами. В первой половине XVI века владельцем стал род Радивиллов, один из могущественных и богатейших. Инициатива возведения каменного замка принадлежит Николаю Христофору Радивиллу Сиротке. Первый камень-фундамент Несвежского замка был заложен в 1583 году. К началу XVII века строительные работы были почти завершены. Вал высотой до 20 метров был укреплен камнем. По углам бастионов были возведены четыре оборонительные башни. Замковая библиотека к началу 1770 года насчитывала около 20 тысяч томов книг. Это была самая крупная частная библиотека. А в картинной галерее находилось 984 картины. Строительство и перестройка дворцово-замкового ансамбля велась на протяжении трех веков. В нем сочетаются приемы средневекового зодчества со стилями позднего Ренессанса, барокко, классицизма и самобытное искусство местных мастеров. В конце XIX века великолепная архитектура Несвежского замка была дополнена живописным природным окружением. Прекрасными парками и аллеями, изящными статуями и голубыми прудами. Аллеи здесь высажены из саженцев и семян, которые привезли из сада Берлинского дворца князей Радивиллов. В 1993 году в Несвеже был создан Национальный историко-культурный музей-заповедник, куда вошел и замок. В 2005 году дворцово-парковый комплекс включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Несвежский замок и парк с декоративными озерами и тенистыми аллеями, общей площадью 100 гектаров земли – красивейший дворцово-парковый ансамбль Беларуси, привлекающий множество туристов. Внешне дворец выглядит всегда очень романтично. Монументальная постройка с гармоничными башнями разного размера тонет в зелени деревьев. А вода в прудах и яркая зелень ландшафтного замка завершает формирование дворцово-замкового комплекса. Добро пожаловать в Беларусь! Программа подошла к концу. Однако не забывайте, телеканал «Беларусь-24» вещает 24 на 7 более чем в 100 странах мира. Нас смотрят в Израиле, Туркменистане, Японии, Китае, Индии и Индонезии. Найти актуальные новости и посмотреть полюбившиеся выпуски можно также на официальном YouTube-канале и в социальных сетях. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь своим мнением. Сегодня с вами была Алена Кавердина. До новых встреч уже совсем скоро! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин